В Доме правительства КБР состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы КБР Юрия Кокова с предпринимателями республики. Доверие к бизнесу, к институту частной собственности, к ценностям экономической и предпринимательской свободы – это ключевой момент для поступательного развития государства, в том числе нашей республики, отметил Юрий Коков, предваряя разговор. «Необходимо полное осознание своей гражданской и моральной ответственности за будущее республики», – обратился он к представителям бизнес-сообщества, призывая их объединить усилия для экономического прорыва. «Нынешнее состояние дел в Кабардино-Балкарии свидетельствует о многих недоработках», – отметил Юрий Коков. «По сумме инвестиций, объему строительства мы на одном из последних мест в России. Тяжело с исполнением бюджета, доходы на душу населения самые низкие в стране. Не занятыми в экономике остаются около 200 тысяч жителей республики, и это основная причина миграции. За последние 8 лет из Кабардино-Балкарии уехали 45 тысяч человек», – заметил Коков. А за предыдущие два года предпринимателей, свернувших свое дело, было на 2800 человек больше, чем тех, кто начал заниматься бизнесом. «Мы продолжим создание условий для бизнеса, укрепим правовые гарантии», – обратился к предпринимателям Юрий Коков. Он отметил, что нужно обеспечить доступ бизнеса к господдержке, объектам недвижимости, соблюдать права предпринимателя, и что очень важно, по мнению Кокова, обеспечить прозрачность проверочных мероприятий. «Но при этом и бизнес должен соблюдать закон», – подчеркнул в Реоглавы КБР. «Чтобы уйти от налогов, многие предприниматели выдают зарплату в конвертах. На 1 апреля общая задолженность по налогам – 20 миллиардов рублей, официальная сумма долгов по зарплате – 13 миллионов, неофициальная, в разы больше», – отметил Коков. Во второй части совещания выступили представители бизнес-сообщества. Поднимались вопросы реализации крупных инвестпроектов, снижения стоимости банковских кредитов, подготовки рабочих кадров для строительного бизнеса.